Один из немногих праздников, который никогда не был признан официальным, тем не менее с успехом отмечается во всем мире 1 апреля. Одни воспринимают его как досадную помеху работе, а другие как повод повеселиться. Как относятся к первоапрельским розыгрышам чебоксарца, а также те, кто шутить обязан в силу профессии. В следующем сюжете. Согласно статистике, в День дурака примерно 70% людей готовят розыгрыши для кого-либо из своих знакомых. Мы вышли на улицу нашего города и спросили у чебоксарцев, любят ли они шутить и как они разыгрывают своих родных и близких. Ой, меня сын обманул сегодня. Он говорит, выходи-ка подъезд, я кое-что тебе привезу. Я вышла, жду-жду минут 10, ждала, а его нету. Потом звоню, а он мне говорит, мам, сегодня 1 апрель. Спрятал зубную щетку, поставил пустой тюбик. А вот как раз разыграли. А вот смс-ку прислали, как будто счет пополнили на полторы тысячи. У тебя все спина белая. Она повернулась и даже платье сняла. Моя подружка из другого класса. Я говорила, что у кого-то на блузке 5-0. На самом деле вы первые, которые мне сегодня напомнили о том, что сегодня 1 апреля. С праздником вас. Нет, не разыгрываю. Хочешь, как-нибудь разыгрывать? Ой, скорее всего нет. Потому что мы не умеем разыгрывать. А вас, как-нибудь разыгрывать? Сегодня нет. Участники клуба веселых и находчивых 1 апреля своей профессиональной даты не признают. День КВН все-таки 8 ноября. Юмористы считают, что праздник он всегда с тобой, какое бы число апреля ни было на дворе. К розыгрышам в этот день относятся по-разному. Одни КВНчики берегут свой профессиональный пыл для показательных выступлений. Другие не упускают возможности пошутить над своими близкими. Шутить над друзьями люблю. Вот сегодня обзвонил человек 5, а всех собрал на свои проводы вечером. Он мне скоро к армии, в армию. Потом, конечно, перезвонили через минут 30. То есть все, 1 апреля же, как так? И все. Ну, то есть поняли. А девушке позвонил, девушка заплакала, отругала, сбросила трубку. И больше я туда пока не звонил. Меня сегодня разыграли. Мне, короче, с утра ребята пришли, принесли письмо из Хогвартса. Я обрадовался, думаю, блин, уже 9 лет жду, только сегодня принесли. Вот. В итоге обманули. Сегодня утром мне позвонили с деканата и сказали, что выгоняют из института. Я не знаю, шутка это или нет, но мне до сих пор никто ничего не объяснил. Декан, если вы меня смотрите, предупредите, позвоните мне, пожалуйста, мне страшно. Разыграть друга на 1 апреля фразой «У тебя спина белая» казалось бы прошлый век. Но над некоторыми чебоксарскими КВНчиками шутят в этот день подобным образом. Банальные такие приколы, как кнопка, там, листок на спину. Вот такое что-то. Ну, так серьезных таких вот не было. Наши ребята постарались. Они разыграли меня так, что я даже был в шоке немного от них. Они подошли ко мне, получается, сказали, Миша, у тебя что-то упало, да? Я такой не обратил на это внимания, то, что 1 апреля получается, да? Посмотрел, а они мне такие говорят, Миша, с 1 апреля. Вот это я понимаю. Мы настоящие друзья. Тем временем социологи Левада-Центр провели исследование и выяснили, первоапрельские приколисты в основном студенты, домохозяйки, а также руководители. Оказалось также, что мужчины более склонны к шуткам и розыгрышам, чем женщины. А смеяться одинаково полезно всем вне зависимости от пола, возраста и статуса. Оксана Заметина, Антон Вовк, Республика.